В этом году сентябрь ознаменовался многими важными событиями и не только общественно-политическими. Центральным событием в культурной жизни района стали сразу две выставки, которые будут проходить в картины галереи до конца этого месяца. В мир искусства на этой неделе погрузились наши корреспонденты. Анатолий Строчкин – мастер резьбы по дереву из Славянска-на-Кубани. Он неоднократный участник районных, краевых и общероссийских выставок. Это занятие, признаётся мастер, не ради материальной выгоды, а исключительно из-за любви к своему делу. А потому получилось так, что практически всю свою жизнь Анатолий посвятил резьбе по дереву. Настоящий мастер своего дела, смеясь, признаётся, этой работой будто бы занимался ещё до рождения. Первая выставка в 80-м году прошла. И почувствовал, что в этом есть необходимость. Ну и какие-то уже начали приходить идеи. Очередная его выставка под названием «Гармония рук и души» проходит в картиной галереи Славянска-на-Кубани. Здесь представлено более 50 работ. Статуэтки различных животных, амулеты, чуры, фигуры, олицетворяющие небесного бога. Большие статуи и не только. Модель напольного киота в церквях отгораживают. Где-то клиросы, где-то стены заполняют, какие-то колонны. Вот они просто в размере больше, метра два, больше бывают. Бывают под стеклом, бывают без стекла. Славянской мифологии символами фигурам, выструганным из дерева, выделен целый стенд. И не случайно. Я уже окунулся к истокам истории, до христианства. Потому что нас учили все время какой-то греческой мифологии, а свою мы даже знать не знаем. Нам надо как-то вернуться, познать свою мифологию, а потом уже узнавать греческую, египетскую и прочую. Все работы, представленные на выставке, по-своему интересны. К сожалению, обо всех не расскажешь. Но у вас есть возможность лично познакомиться с творческими работами Анатолия Строчкина. Выставка продлится до конца сентября. Также в картиной галереи для любителей живописи работает выставка «Живу, чтобы создавать». В нашей картиной галереи проходит выставка наших славянских художников под названием «Живу, чтобы создавать». Представлено 55 картин, как из частных коллекций наших художников, так и из фондов нашего славянского музея. У вас есть еще возможность насладиться работами славянских художников. Выставка будет работать также до конца сентября. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов. Программа «События». Программа «События».